Я хотел бы начать с понесения с полепрессивными заболеваниями родственников погибших. Но, к сожалению, они не явились. В интерамон, я хочу сказать, что я сожалею о том, что так произошло. Я понимаю, что пришлось колокнуть, потеряли своих родных и близких людей. Для меня это очень тяжело. Мне теперь приходится жить с мыслями, что у моих детей погибли люди. Я знаю, вам сложно это поверить, но это действительно так. Я не имею ничего против Петрова и Вит, которые приехали вместе с ним на 2 мая. Любой бы сын поехал бы заступаться за свою маму, если бы мама позвонила и сказала, что ее убежали. Но никто не давал ему права врываться толкой на нашу территорию, избивать себя, в том числе и женщин, в присутствии маленьких детей, которые от их зверских действий были в истерии. Дети и по сей день вспоминают с ужасом тот день. От самой Федяевой нам известно, что от собачки, которую выиграл с нашей территории, ни одна из коз не пострадала. Она не то, что там кого-то укусила, она даже не дотронулась от родной козы. Ничего плохого никому не сделано. Весь конфликт выдван самой Федяевой. И опять же конфликт не со мной. Я ушел от разговора с ней на свою территорию, чтобы не провоцировать пожилого человека. Все свидетели по делу, которые получали информацию от Петрова, все говорят одно и то же, что соседи обижали его на маму и травили на нее собак. Также и гражданка Хромкова в своих показаниях говорит, что ей стало известно от Петрова после звонка его мамы, что соседи натравливают на нее собак и обижают. Сама Федяева в своих показаниях, которые она давала в зале судебного заседания, говорит, что конфликта между нами не было, и мы не ругались. Петров владел неверной информацией о нашем поведении, и это сказывается его на агрессии. В этот день Федяева фактически надравила у нас своего сына предоставить неверную информацию о нашем поведении. После звонка в полицию, я думал, что приехавшую по моему звонку в полицию, будет разбираться и разберется верно. Но, к сожалению, с самого начала предварительного расследования, в родном институте, в моем действии была дана неверная правовая оценка. Я не хотел никого убивать, а даже тяжело, чтобы у тебя здоровье никак никому не хотелось. Это ко мне на мою территорию вырвались незнакомые мне люди. Сына Федяева, Петрова, я в этот день даже не узнал, так как они все были бородатые. Его в этот день не узнал даже его родной брат, Павел Федяев, о чем он сообщил нам в твоих показаниях. Мне даже страшно представить, каким последствием привело, если бы Петров попал бы метровым черенком от лопата по маленькому ребенку, который был у меня на руках. Единственной моей целью в этот день было убрать ребенка из этого кошмара в безопасное место. Схватив ребенка, который на руках запрыгнулся к лицу дома, я в прямом смысле этого слова закинул ее на терраску. Развернувшись обратно, я увидел, что у Василия валяется на земле, а голова у него в крови. На тот момент я думал, что он уже мертвый. И моя супруга стоит на одним, с нашей дочерью на руках. Увидев свою супругу с ребенком на руках, я вообще не мог понять, как такое произошло, что моя дочь снова здесь. Ведь я только что убрал отсюда. Как оказалось, я настолько был испуган, настолько плохо воспринимал глазами картину происходящего, что в какой-то хак я забросил дочку Василиеву на террасу. Петров в этот момент замативался над ними черенком от лопатки. Мне было непонятно, по кому он сейчас ударит. По Василиеву, по моей жене с ребенком или по кому-то еще. На тот момент я уже знал, что он все равно, как убить. Женщины, мужчины или детей, ведь мгновениями ранее до этого меня избивали, несмотря на то, что у меня на руках была моя дочь. В моих глазах Василиев был уже мертвым. Кого он не будет убивать следующего? На мой взгляд, ответ очевиден, что это либо я, либо моя семья. Я, они, никто из них не разнижал, в своей очереди, так как указывают в обвинении, что фактически они перестали убивать на тот момент, когда я нанес ножевое ранение. Все они активно действовали. И я остался один против четверых физически крепких агрессивных мужчин. Моей целью было остановить и прекратить преступное общественное опасное посягательство. Как только опасность миновала, и я, никто другой, вызвал скорую помощь, а позвонил в службу 112 и вызвал скорую помощь, и поверьте, надеждаю, что я вам еще помогу. Чтобы вам максимально передать картину происходящего и поведения на подавшем, а вот в подавшем их предназвает само обвинение, само обвинительное заключение. Петров является исполнительным директором фирмы, а Ордынский, Турач Магомедов и Амарки, он не подчиненный. Он велся перед ними, как вожак стаи. Они, в свою очередь, хотели выслужиться перед начальством. Они себя верят на территории. Было такое ощущение, как будто они у себя дома, и делают это не в первый раз. Кроме того, Петров является участником боевых действий в Югославии. И помимо того, в свое время стоял на учете в детской комнате милиции. И в тот день Ордынский и Петров были пьяны. Я, в отличие от них, внутренне, что подтверждается кинезинологической экспертизой. Трамковы, Гидяева говорят, что Ордынский и Петров в этот день выпили по две стопки водки в обед. Также Трамковы говорят, что по дороге из Московской области, Тверь, никто из них спиртное не употреблял. Нападение им было совершено в 21 час 8 минут. Согласно экспертизе, которая установила сильное алкогольное обвинение у Петрова и алкогольное обвинение средней степени у Ордынского, как мы понимаем, две стопки водки через такое длительное время не могут дать такого результата. Данная экспертиза в очередной раз ставится в сомнении показаний Ордыняевой и Храмковой. Еще хотелось бы обратить внимание на то, какой пример органы следствия при поддержке обвинений подают к обществу. То есть теперь получается, любой человек может врываться на чужую территорию без разрешения, без разговоров, не дабы вообще понять, что происходит, избивать всех, в том числе и женщин, в присутствии маленьких детей. И это считается нормальным. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что следствием не взятал внимание тот факт, что Петров, находясь на строительном объекте в Московской области после звонка своей мамы, приискал соучастников, а именно Ордынского, врача Магомедова и Амарова. Кроме того, он еще звонил на Уралову, но тот по семейным обстоятельствам не смог с ним поехать. Также он приготовил предметы, черенки от лопат, которые в дальнейшем использовались в качестве оружия, и все они, организованной группой, по предварительному блогу отправились в область совершать совпадение на мою семью. Но не довели до конца свой преступный умысел по независимым от них причинам. Но зачем такие обстоятельства, в правилах внимания, в том же версии об умышленном убийстве вообще в них не греется. Проще написать, что все мы, в том числе и малолетние дети, были неограничены в передвижениях и могли в любой момент прокинуть территорию заморозного владения. То есть, другими словами, обвинение указывает, что трехлетний ребенок должен был убежать от родного мужчины. В моих глазах органы следствия фактически признают законные преступные действия нападавших и лишают меня моего права на необходимую оборону, которому предоставляет законодательство Конституции Российской Федерации. Лишая меня моих законных прав, обвинение запрашивает 18 лет лишения свободы в колонии срогового режима за защиту жизни своей семьи. Я виноват, я виноват лишь только в том, что не придал серьезному значению угрозным предъявлениям. У меня нигде нет врагов, нет врагов, и там, где я живу, у меня одни друзья. Если бы я только знал, что на меня собираются напасть, я бы, наверное, явно бы не стал встречать ребенка на руках. Если бы я знал, что на меня собираются напасть, я бы все это предотвратил, этого бы ничего бы не было, все бы были живы и здоровы. Напоследок хотел бы добавить пару слов в своей семье. Моя семья – это самое дорогое, что у меня есть. Свою семью я очень дорожу. Я знаю, что по законам нашей страны за убийство людей дают огромные сроки. И неужели обвиняют о том, что сам себя умышленно решить всего того, чего добивался всю свою жизнь? Я очень сожалею о том, что так произошло. У меня душа на пуске разрывается, как представлю, сколько детей остались сиротами, сколько родителей пережили своих детей. И все это благодаря обману. Идя его, Светлана Борисовна. Довольно, Светлана Борисовна, как получилось. Спасибо вам. Сказки веноскореза. Я не желаю никому, всех присутствующих, и вообще никому не желаю оказаться в такой ситуации, в которой оказалась моя семья. Хочу еще повторить, что у меня не было ни умных, ни мотивов у меня к убийству, так же как и конфликта с ними не было, и лишней неприязни, как и самой Федяевы у меня так же не было. Не считаю, что в повинную голову меч не сечет. Прошу вас, Ваша честь, достать мне право на необходимую оборону. У меня все, Ваша честь. Спасибо за внимание.